так всем привет запишу вот на таком этапе сейчас у меня в данный момент я дня три занимался отоплением прокладкой пластиковых труб такие мне контуры там все греется теперь нормально сжигаю весь хламину сейчас жду пока разгорится там ведро со звездкой извести мешочек плохо видно короче стоит наготове честно много пола очищу мусорку добью вот видим вот такой вот пол у меня все лето лил дождь крыши тут толком не было вот поэтому пол не трогал я потому что я знал что с ним все в порядке стекломагнезитовые листы стекломагниевые тогда еще были сейчас стекломагнезитовая вот они они замерзли где-то я выравнивал картоном плесени нет и следа лес как новый пола у меня нету в том плане что для кого как у всех под пола верни под полом даже гвоздички наверное саморезиками стягивал листочек вот крошится это самые первые листы которые появились тогда еще там много их достоинств было конечно только они вышли сразу достоинства это конечно сложно поверить ну вот я вымел кусочек сейчас сохнет контур у меня следующим образом построен кому интересно то есть куча кранов это еще мало сейчас короче получается так что мне надо немножко подождать потом еще пять добавить и на блин на двадцать пять тысяч мне надо закупить о избе еще чуть листов 14 две батареи и трубы двадцать пятки здесь двадцать пятки тридцать вторые прокинуты кон в контурах разных здесь видите 32 25 уходит здесь контур 25 в двадцатую крана 20 это краны все на 25 с учетом то есть я могу батареи сейчас ну то есть пристраивать следующим образом закрываю оба крана открывая этот контур и меня пошло без участия насоса непосредственно котел топится соответственно вода циркулирует то есть вот этот вход пошла выход на ту батарею излишки тепла сбрасывается соответственно я здесь что-то делаю насос стоит потому что не протягивает прямым короче далеко это уже получается метров шесть вот котла и уже тяжело в воде особенно по разным контуром эта батарея она будет у меня в землю как землю в пол короче встраиваться у меня останется вентиляционное отверстие здесь получается примерно где-то сантиметров 20 где-то 25 до песка и для того чтобы высушить пол изнутри ну вот я туда запихаю тем более вот она дверь входная и уже поставил соответственно мокрые ноги высокая влажность зашел с улицы чтоб не городить там батарею короче вот этот огромная плита она будет обогревать она примерно метр тридцать вроде бы получается даже побольше с этими кусками получается вообще чуть ли не полтора метра потому что вот листу избег 125 вроде бонда в ширину получается от него еще чуть ли не четверть где-то полтора чуть больше метра то есть мне ее надо будет положить вот таким вот образом трубы будут вверх по у меня где-то вот здесь вот начинает сниматься и не помню как я помню что доски вот так идут и где-то здесь я кусочками собирал соответственно я туда его под половыми лагами протащу батарея соответственно будет приточка воздуха холодного и соответственно подъем горячего воздуха то есть все это будет ультивироваться и выходить потом сделаю трубу который будет выходить на улицу для того чтобы под пол проветривался ну и заодно потому что я его весь не вскрою он половина в бетоне залит ну так сделано потому что ничего ему не будет нужно сверху лежат вот стекломагнезитовые листы вы видите сколько там лет 15 16 полу и он принципе как новый плюс от влаги вымывала что-то какой-то состав с этих листов пропитывала дерево ну и плесени на нем я не видел во первых я подглядывал ну заглядывал там снизу не было и сверху как видите все нормально все это подсохнет и вообще вере good так скажем будет ну снимать тут его до хрена потому что он был дешевле чем еще раз повторяю чем толстый двенадцать с половиной гипсокартон вот это вот вроде бы девятка или десятка она была дешевле чем гипсокартон и здесь у меня осталось фигово туча остатков то есть не в том плане кусочки а прям целые листы и их прям целиком ложил здесь и вот эти вот по 12 в толщину выравнивал пол вот они вот здесь вот лежат надо их сейчас вытащить тут даже если по идее можно аккуратно их снять они целый будет но нет все что повреждено водой они уже начинают потом просто сыпаться даже когда высыхает короче это все без вопроса будет убираться вот видите немножко начал красить не докрасила понял что не высыхает нифига поэтому начал возиться с контуром вот эта батарея сейчас отапливать два помещения здесь сейчас плюсовая температура к сожалению градусника у меня нет но я в принципе здесь хожу футболки вот так знаете как прохладным летним вечером где-то вот так вот пару вроде бы идет но на улице холоднее но это всего лишь два часа я топлю и пол кстати начал немножко высыхать вот видите белые следы это подсыхает дерево причем я только начал снимать вот он тоже там 1 начал снимать и вот так вот иду в ту сторону тут у нас еще ковролин надо его сдергивать вот в эту сторону я сейчас не смогу пройти снутся да мне хотя бы расчистить столько сколько я смогу потому что дальше работа с чистовыми материалами и известь в принципе даже если будет попадать на пол ничего страшного наоборот даже пол полезно вот мне надо сейчас вот эти вот все места прокрасить потому что мне надо будет утеплитель здесь закинуть и в принципе как раз где-то неделька я